Всем привет! Я сегодня вся в хозяйственных делах. Погода помешала осуществлению моих планов, которые я вообще собиралась сегодня осуществить. Почему? Идёт дождь, он и сейчас льёт вовсю. У меня тут открыто, там открыто, настижь, свежий воздух делается, потому что тут я кушать готовлю, и я не хочу, чтобы это всё тут оставалось в квартире. Ну и вообще, я люблю свежий воздух. Я собиралась сегодня заняться полезным делом. Каким? Сначала я хотела пойти в магазин, где я купила свою последнюю оркидей, и там, где мне дали ваучер, на 5 долларов ваучер, то есть, когда я приду в следующий раз покупать, то они мне сделают скидку на 5 долларов. Ну, эта девочка сказала, что эта скидка действует только до конца марта. Сегодня 31 марта у меня. Ну, я собралась. Хотя я только купила свою последнюю оркидей. Ну, ладно, пойду, как бы завлекаю тебя. На 5 долларов дешевле. Это страшное дело, 5 долларов. Ну, и с другой стороны, как бы хотела проехаться там, просвежиться, прогуляться. Вот тут дождь. Ну, и я подумала, ну и не надо, ну и не поеду. Не хочу я в дождь идти, потому что, ну, подумаешь, дают до конца марта. Ну, я не умру за эти 5 долларов, а им пускай будет хуже. Я не приду и не куплю у них оркидею, может быть, в начале следующего месяца. Вплоть до того, что даже завтра поехала. Ну, а так вот, пускай не делают так до конца марта. А, ну и не надо. Потом второе, что я хотела сделать, второе, сейчас я покажу. Ой, тапочек чуть не потеряла. Что я хотела сделать? Потом я решила, ладно, поеду-ка я, называется здесь Factory Frame. Это там, где делают для вышивок, изготавливают рамки, там можно стекло вырезать и всякое такое. Вот там вот, если вы видите, ну, может не видите, у меня там рабочий стол, то есть я там целый день брала те, которые у меня уже есть готовые, когда-то были куплены, примеряла на вышивке, какие можно сделать. Вот, ничего я не подобрала хорошего, ничего мне не нравится. Вот, единственное, попыталась, так я издалека покажу и подойду поближе, вот этот букет, как бы, как бы в рамку. И это, я уже как-то говорила, что эта рамка, она и была специально вырезана именно для этого букета. Ну, знаете, вот когда вырезала, вроде бы нравилось там, а когда уже дома посмотрела, не нравится. Почему? Я сейчас объясню, почему. Значит, чуть позже, как бы, ну, вот когда я это сделала, ну, у меня уже давно стоит там, не один год, наверное. То есть, ну, как-то вот, вот не лежала душа, это оформлять. И после того, как я вот это купила, эту рамку, купила там паспорту, купила там мне стекло, там и всякое такое, я вот поняла, надо, чтобы вот эти вот три вещи, рамка, паспорту и вышивка, они должны отличаться. Каким образом? Что-то должно быть темнее, что-то должно быть светлее. То есть, если у вас рамка светлая, я нахожу, что это светлая рамка, и вышивка тоже на светлом фоне, то паспорту должно быть темное, темное. Тогда это будет выделяться. А если вот так, как у меня здесь, и это светлое, и это светлое, и паспорту белое, ну, вообще вида никакого. То есть, мне не нравится. И я хотела взять это паспорту, поехать туда, взять вышивку, приложить там какого-то другого цвета, вырезать и привезти. Ну, увы, увы, увы. Увы, отложим до следующего раза, когда не будет дождя. Потому что под дождем такое тащить вообще невозможно. Я пока там маршрут нашла, каким ехать, пока это там все посмотрела. В общем, это тоже пошло в сторону. Тогда я подумала так, я вообще сегодня собиралась варить борщ. Он у меня и варится. То есть, тут у меня варится мясо. Я не буду там рецепт какой-то показывать борщ. Он есть борщ, ничего в нем интересного нет. У меня там есть рецепт борща, только он с рыбой. Ну, а это у меня с кусочком свинины. То есть, в принципе, все то же самое. Поэтому для борща. Что у меня есть для борща? А, что у меня есть для борща? Мясо варится. Вот тут у меня есть капуста. Такой кусочек. Осталась серединка. Я делала голубцы. И осталась у меня серединка неиспользованная. Поскольку я капусту на голубцы не варю, а я ее в микроволновке, там 5 или 6 минут она у меня стоит, замечательно. Листья отделяются. Достаточно эластичные, чтобы все завернуть. И серединка получается такая невареная. Так, пойдем дальше. Обычно я люблю сварить борщ и положить вместо картошки фасоль. Посмотрела сюда, не нашла ни одной баночки фасоли. А, что-то я так... Надо записать свой список, который я пишу, что мне купить на следующий шопинг. Ни одной баночки. Поэтому вот, использую картошку. Она еще и такая здоровенная. У меня маленькая кастрюлька. Ну, какая есть, такая и есть. Так, это у меня одна морковка. Это перец болгарский. Я, конечно, весь его ложить не буду. Он на полкастрюли. Я так отрежу кусочек. От него этого будет достаточно. А здесь это у меня вместо томата. Или как бы томат. Знаете, я в овощном, вот там в нашем китайском, когда они там, ну, вот то, которые они там выкладывают уцененные, всякое такое, там они иногда выкладывают целый такой пакет очень уцененных помидор, там, за доллар. Я его покупаю. Они уже мягкие могут быть, даже немножко. Я его покупаю. Потом на процессоре мелю. Ну, можно на мясорубке перемолоть. У кого нет процессора, или там на мясорубке вам удобнее. Потом фасую его в такие вот, ну, вот у меня такие штучки. Где-то крышка, я не знаю, куда я ее делала. Такая отложила. А мылой куда-то уже, наверное, в шкаф положила. Накрываю, потом ставлю все это стопочкой в морозильник. И когда мне надо, я достаю. Вот. А как-то. Остался последний кусочек уже. До этого я использовала часть. На сковородку положу, лук пожарю, на сковородку положу, и будет очень хорошо. Если будет недостаточно мне кислоты, у меня есть томат-паста, я добавлю немножко томат-пасты. Ну, вот тут у меня есть луковица, потому что луковица, ну, тыкеный продают. То есть я половинку использовала, а половинка у меня лежала в холодильнике. Я порежу, и пойдет в борщ. И вот здесь вот у меня, вот обратите внимание, это у меня соломкой порезанная свекла в борщ. То есть у меня в рецепте, там, где я рассказываю, очень хорошо это рассказано и показано. Я режу соломкой в борщ, соломкой. Я режу свеклу соломкой для борща. Это так делала моя свекровь, и я нахожу, что это очень и очень мне нравится, потому что можно использовать любую свеклу. Обычно в Украине для борща мы использовали такую светлую, какую-то розовую или очень такую светлую. Вот, а такая темная, а здесь только темная продается. Вот, только вот такая. Темная, это как бы салатная такая. А тут ее для салата и продают уже, борщи никто не варит. И поэтому ее очень хорошо порезать соломкой. Потом она вот так вот постояла. и я ее промываю. Промываю, и вся вот эта вот, вот эта вот вся такая красная вода, она вся туда уходит. И борщ, украинский борщ, не тот, который там, не знаю, вам показывает кто-то, кто там, знаете, что-то кенобандеры такого бордового цвета, то это суп со свеклой. Ну, пусть эти люди на меня хоть обижаются, хоть не обижаются, но это не украинский борщ. Украинский борщ, это то, что варят старые украинские женщины. А то украинский борщ. Вот. Я вот так промываю, и потом, когда это пойдет в кастрюлю, от него не будет такого ядовитого бордового цвета. Ну, мало того, что цвет бордовый, это не самое такое, ну, как бы, неприятное для меня. А он еще дает этот вкус вот этой вареной свеклы. получается. И такой, какой-то получается, знаете, винегретный вкус. И поэтому я, как всегда, промываю, и борщ у меня будет потом красивый, такого ярко-красного цвета, и он будет не бордового цвета, а ярко-красного. А ярко-красного он будет от того, что в нем томаты. Поэтому настоящий украинский борщ он должен быть ярко-красный от того, что в нем томат, а не от свеклы. Так, вот я ее промыла. Мясо у меня варится, поскольку это не курица. Если бы это была курица, я бы уже бросила все вместе, начала, вернее, все это вбрасывать. А так, мясо у меня варится только полчаса. Оно должно еще вариться, ну, как минимум, там, наверное, минут 40-45. Ну, это ничего, это ничего. можно уже взять и эту свеклу туда бросить. Вообще, она в идеале должна в борще бросать надо вообще сюда в горячую воду. В идеале она должна в кипящую воду. В горячую, кипящую воду. Если, я уже там рассказывала, когда этот борщ готовила, если вы видите, там, где-то кто-то там, вас то ли угощает борщом, то ли вы в столовой ели когда-то, и видели, что эта свекла была черного цвета, то знайте, это ее вбросили либо в холодную воду, либо вчера вбросили, а томата не добавили, ну, бульон варили и туда свеклу бросили, а потом в столовой утром там варили дальше, вот там она будет плавать черного цвета. А ее надо бросать сюда в кастрюлю, вот такую, в кипящую воду. И тогда она тут сварится. И в идеале она должна вообще потерять цвет. Ну, эта свекла не очень теряет, потому что она все-таки такого насыщенного бордового цвета, салатная. Но в идеале в украинском ворще вот ее бросаешь уже практически чуть ли не одновременно с мясом, и она там варится, и вот она, когда дальше я начинала уже там в Украине добавлять то, что там полагается дальше, там все остальное, тогда, когда она обесцвечивается. Такая технология такая. Для того, чтобы получить вкусный, хороший украинский борщ. Вот. Так. Секлап утварится себе. А я, знаете, я всегда люблю не одно что-то делать, а делать сразу и несколько. Как-то говорил мой начальник Ангелир Викторович, когда я работала в отделе техники безопасности, уплотняю рабочий день. Мы там, ну, знаете, как там, сидишь там, как бы это, в офисе, как теперь это называется, а у нас раньше это называлось сидеть в отделе, и там по телефончику там кому-нибудь названиваешь, там, аля-ля-ля-ля-ля, поболтать. Сейчас так, наверное, все телефончики интернетик смотрят, а то и на компьютере, если есть возможности, выходят в интернет, у нас тогда такой возможности не было, поэтому, поэтому. Мы там по телефончику, а то и между собой болтали, и он так заглянет, это, что, уплотняете рабочий день, уплотняем. Поэтому и я уплотняю свой рабочий день. Так, сейчас я включу горелочку там на плите. Тут у меня помытая свеколка, такая, нечищенная, вот такая вот меленькая. Я ее отварю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и хочу сделать из нее винегретик. Морковочка, вот, тоже пойдет туда. Наливаю водички и пойдет это вариться. То есть, пока я тут вырублю больше, овощи у меня уже сварятся на винегретик. То есть, либо я сделаю винегрет из них, либо я сделаю из них салат у меня там есть. Я, казалось, моя кума, все, такой салат, знаете, интересный. Ну, это то, что я готовлю. Я, казалось, моя кума все рублят шубу с селедкою, а я рублю с колбасою. Ну, это я. Я с селедкой вообще не люблю шубу. То есть, я могу есть винегрет, а селедка должна быть отдельно. А вот это вот перемешанное, нет, я не люблю. это мне все такое соленого получается вкусно, невкусное. Поэтому в то, что вы там делаете шубу с селедкой, я вместо этого ложу туда колбасу, либо мясо отварное. Вот. Поэтому я подумаю, может я половину этих овощей использую на винегрет сделаю, а из второй половины сделаю какой-то такой салат. И если мясо получится отвариться, такой большой кусок, мне может больше столько и не надо его, как я говорю, всего на три порции в небольшой кастрюльке. Я, может быть, какую-то часть использую в шубу с колбасой. Так, дальше. Дальше. Так, эта мисочка тут пока стоит. А дальше. Дальше у меня, пока я тут буду рассказывать, что дальше, тут вот у меня есть картошка. Я и в винегрет люблю фасоль ложить, а не картошку. Ну, или класть, скажем так. добавлять. Ну, я уже знала, фасоли у меня нету сегодня, поэтому использую такую здоровенную картофелину. Я ее сейчас вот сюда определю в микроволновку. И она там быстренько приготовится. Быстрее, чем все это будет вариться. Так, потейто, картошечка. дальше. Дальше. Так. И пошли. Шесть, шесть минут и сорок секунд на такую большую картошку я сделала, как на две. Через какое-то время она посигналит мне и скажет, что ее надо перевернуть. Но это еще не все. То есть, и какое-то я еще там хочу. Третье, тут у меня такой йогурт есть натуральный. Это вы знаете гопала йогурт это что-то такое мне напоминает очень индийское. То, что я и покупала это там, где больше индийской еды продается. У нас же здесь много живет людей из Индии. А они все едят, у них же такая острая пища и текарик. Мы с огурчиком, да, с кисленьким, там, жареную картошечку, да, с огурчиком там или с помидорчиком. А они с йогуртом. И, кстати, это, ну, как бы дает вот эту остроту. Остроту немножечко делает не такую ядовитую. А вот почему они, эти люди всегда ели такую острую пищу, знаете, есть такое очень прозаическое объяснение. У них же там, ну, что там, Индия, да, там миллиарды населения, очень много людей еще живут в таких условиях не очень хороших, там, где санитария не очень хорошая. И они используют такую острую еду для того, чтобы уничтожать кишечных паразитов. Кишечные паразиты не любят острой еды. Ну, так вот, это я такое где-то когда-то прочитала. Правда это или не правда? Ну, похоже, по крайней мере, на правду. Вот. А для того, чтобы смягчить эту остроту, вот они все едят с йогуртами. Они даже не покупают эти йогурты, они их сами делают. Во-первых, они очень многие те, которые называются, вообще они индийцы, да, индейцы это в Америке, а те, которые живут в Индии, они индийцы, потому что там их 40 или 50 разных национальностей, а вот то, что называется индусы, говорят, это как как христиане, да, как иудеи, есть это индусы, по-английски или там, я не знаю по какому это, наверное, может даже на их языке хинду, они называются, они вегетарианцы, вот, и поэтому они тоже очень много используют йогуртов, соков, они делают соки фруктовые, ты же так не накупишься, и потом, ну что там в магазине, мало ли что, а фрукты можно купить дешево, и они делают соки, почему я знаю, потому что я как-то купила себе еще, когда мы жили с нашей дочерью, я купила себе вот эту, знаете, соковыжималку, здоровенную, такую электрическую, ну, я несколько раз ей поделала соки, во-первых, шум такой ужасный, во-вторых, ты же не будешь там делать сок из одного яблока, там, одного апельсина, надо много, получается вот такой графин сока, зачем мне, я столько не хочу пить, дочка тоже столько не хотела пить, в общем, продать надо эту соковыжималку, и я ее продала, она была у меня практически новая, я ее за полцены продала, и приехала такая тетенька индийского вида, они, между прочим, здесь и в сари ходят, ну, такое, может, не такое, как в кино, там, знаете, совершенно такое, какое-то там, все расписное, а такое обыкновенное ходят эти свои шаровары, это сари у них, через плечо это дело, вот она такая приехала, забрала у меня эту соковыжималку и сказала, ой, мы так хорошо, что мы так дешево купили, потому что, я не помню, она стоила, по-моему, 130 долларов, а я что-то ее продавала там за 70 долларов, вот, так, картошка хочет перевернуться, так, она будет горячая, а я ей, так, перевернулась, дальше, ну, и она сказала, что она так рада, купила эту у меня за полцены, практически новую, у меня же там, к ней инструкция, и паспорт, ну, я уже как-то говорила, к ней инструкции, паспорта лежат в шкафу, то есть, там чек из магазина, я ей показала, она даже еще и на гарантии была, ну, в общем, она была рада и счастлива, и я так она мне сказала, мы каждый день делаем соки, то есть, то есть, они вот вегетарианцы, они эти соки пьют, ну, наверное, те люди, которые, может быть, Россия, Украина, или где-то какие-то, другие всякие страны, если кто-то вегетарианцы, они это понимают, вот, вот, поэтому, поэтому, сейчас моя картошечка там, доварится, я поставлю делать творог, я уже, по-моему, когда-то показывала, как я делаю из йогурта, вот, я прямо его выложила сюда в мисочку, пойдет туда в микроволновку, и будет там крутиться, ну, не знаю, сколько, может, минут, ой, кислый, минут 6, вот, интересно, а творог кислый не будет, когда хорошо вот эта вся сыворотка, я ее уберу, то творог, он не будет кислый, потому что кислый это не творог, а кислый это сыворотка, и поэтому, если вы покупаете в магазине творог, а этот творог, такой, знаете, кислый, значит, из этого творога, а он еще и обычно будет такой, такой, надежный, жиденький, то это значит, из него плохо, отсидели сыворотку, ну, для того, чтобы, сами знаете, для чего, для того, чтобы побольше выход продукта был, я вот лук, сейчас порежу, и половину из него, я брошу в борщ, пусть варится, такой, сырой, он будет давать там, какой-то свой вкус, аромат, и так далее, а вторую половину, я потом пожарю, чуть позже, когда уже придет время, делать, зажарку для борща, то тогда, я вторую половину, буду жарить, вместе с томатиком, так, иди туда, лук, варись, а этот тут на сковородочке, у меня тут уже стоит, приготовленная сковородочка, буквально, одной столовой ложкой, растительного масла, блюдем диету, блюдем, блюдем, со страшной силой, так, картошку можно почистить, интересно, здесь какая-то такая картошка, то ее можно почистить, и она будет себе лежать спокойно, и я что-то не помню, чтобы она у меня начинала темнеть, ее даже в воду не надо, помещать, она и так себе, хорошо себя чувствует, ой, ну, надеюсь, вы уже, так сказать, ага, так, картошечку надо достать оттуда, я так возьму мочалочкой, а то туда пускай, остывает, а сюда пойдет йогурт, знаете, микроволновка, вообще, экономит здорово время, а еще, так, тут надо было, этот, на водяной бане, кипятить творог, так, я поставлю 6 минут, тут надо было, я раньше делала, ставила там, этот творог, вот в такой мисочке, или больше, на водяную баню, пока оно там закипит, пока покипит, пока этот творог там, весь нагреется, и, как это там, свернется, то есть, йогурт свернется в творог, ой, это так занимало столько много времени, а теперь я это делаю быстро, вот так вот, раз, два, у меня есть там, специальное полотенечко, которое я использую только, для того, чтобы отсаживать йогурт, ну, после того, то есть творог, после того, как он постынет, так, картошечка здесь, морковку, так я и чистить не буду, зачем ее тут чистить, ее тут помыл, она и так хорошая, она тут вся такая молодая, это я тут высмотрена по телевизору, они когда готовили, так они ее и не чистили особо, а что там ее чистить, знаете, как бы вот, когда ты приехала жить в другую страну, то есть какие-то вещи, к которым ты там привык, так, это пойдет в холодильник, к которым ты там привык, и тебе это кажется незыблемым, то есть, вот, всегда все так делают, ничего подобного, вот для меня самое интересное было, когда я еще была маленькой девочкой, и ты вот живешь в семье, и там мама готовит кушать, ну, или там бабушка, если там у тебя есть бабушка, или ты приехал к бабушке, и ты как-то думаешь, что вот все люди, вот так и готовят, как твоя мама, или как бабушка, а на самом деле, по факту, это все совсем не так, как говорила моя наставница, у которой я училась, транспорту, работать здесь вечером, в транспорте, она мне говорила, там же мы, на станции, на железнодорожной, я работала, на заводе, в большом металлургическом, там, где перевозят эти, по территории завода грузы, и меня поставили к ней стажироваться, Дубся звали ее, и там такое табло стоит, на табло нарисовано, эти пути там, лампочками зажигается, как едет там тепловоз, с вагонами, и она мне говорила, Ирочка, на поле, а вот эта станция, там где эти, все эти рельсы, это называется поле, да, Ирочка, на поле все совсем не так, все совсем не так, как на табли, она сказала, все совсем не так, как на табли, но это не важно, вот, хорошая была женщина, красивая, такая, такая роскошная украинка была, вот, и это, к чему я так говорила, хотела вернуться назад, а, да, к тому, что когда ты приходишь, и попадаешь куда-то, вот, я закончила школу, поехала учиться, стала жить в общежитии, и увидела, как там готовят, то все совсем не так, то есть были такие интересные моменты, когда ты видел, как люди готовят, что-то нож такой тупой, как люди готовят, и как, казалось бы, вот твоя мама вот так готовит, а вот они по-другому, очень интересно, меня, например, удивил такой факт, что, ну, одна, я уже не помню, как ее звали, со мной вместе училась, она готовила картошку, тушеную, ну, там, с мясом, она же там общая была, общежитская кухня, длинный коридор, 25, или сколько там комнат, или 50, 50, нет, наверное, 25 комнат на этаже было, вот, она взяла, и вот морковку, потерла на, на самой меленькой терочке, на самой меленькой, и вбрусила в эту картошку, мне это было так странно, мама никогда так не делала, и я ее спрашиваю, а зачем ты так делаешь, а она мне говорит, да так и училась, в общем-то, готовить, кушать, а она мне говорит, это для того, чтобы цвет был красивый, и действительно, она потом, когда приготовила эту картошку, я потом, я что же там, что-то на кухне в этот момент сделала, я ей сказала, покажи, и картошечка такая становится, знаете, такого, какого-то нежного розового цвета, как бы студенческие годы служили не только для того, чтобы там учиться инжинирингу, как по-английски говорится, а для того, чтобы проходить школу жизни, то есть учиться кушать готовить, и 17 лет приезжаешь, и учишься потом там варить все эти щи, борщи, ну, котлет мы не делали, а такое же попроще, то готовили, еще там рядом с нашим институтом, где я училась в Днепропетровске, там был, назывался Нагорный рынок, район этот, Лагерка назывался, и мы туда ходили и покупали, там, я помню, какую-то такую молодую поросятину покупали, потом покупали, что-то там, какую-то картошечку, еще что-то такое, и там готовили и тушили, так, вот тут вот я пытаюсь найти, это, так, не падают, коробочки всякие, а, вот оно, вот, тогда у меня такое полотенце, сугубо, для творога, но я пока, я его потом смочу, перед тем, как отцеживать, и положу на дошлачок, ну, поскольку творог будет еще остывать, какое-то время, то, пока мне это не нужно, сейчас я посмотрю, можно даже помешать ему, представила 6 минут, сейчас, когда закончится, еще 40 секунд, можно будет посмотреть, вот, так вот, мы проходили школу жизни, очень жаль, что нас в институте не учили, такому, как, например, ну, как руководить людьми, то есть, вроде бы, как-то из нас делали, инженеров, а то, что нам придется руководить людьми, нас этому не учили, очень жаль, так, я смотрю на часы, половина второго, овощи мои закипели, теперь я их так немножечко прикручу, морковку я буду варить, час, ну, не знаю, я варю ее час, всегда, такой морковкой, потом я ее вытащу оттуда, из кастрюли, а свеклу я буду доваривать, свеклу я варю, полтора часа, ну, это вообще-то, такая, она и мелкая, может, ее было бы час достаточно, но, знаете, здесь обычная свекла, такая молодая, а в пенегрет, конечно, хорошо положить такую свеклу, которую осенью выкопали, а ты там зимой ее варишь, ну, консистенция другая, а здесь она, вот знаете, как молодое все, как осенью, когда ты готовишь кушать и варишь борщ, у тебя все молодое, морковка молодая, я уже не говорю про ту, которую там летом выдернули, морковка молодая, это все молодое, не поняла, почему показывает, 38 секунд, еще, так, пусть еще немножечко постоит, вот, а, продолжая сказать, летом все такое, вообще все молодое, все молодое, а еще я любила, знаете, борщ чем варить, или голубцы делать, из вот этой вот, совершенно молодой капусты, которую нам привозили, из Азербайджана, нет, не из Азербайджана, откуда же нам ее, наверное, это Азербайджан все-таки, Ленкарань, Ленкарань, был такой район, в Советском Союзе, и я помню, уже в апреле, где-то в конце апреля, или там, совершенно в начале марта, привозили такую молодую, восхитительную капусту, она еще была такая длинненькая, ой, какая она была хорошая, такая молодюсенькая, здесь так она всегда, в принципе, почти одинаковая, потому что здесь она, по-моему, растет, как бы, все время, я не знаю, сколько здесь делают урожая, вот, так, сейчас вот я вам покажу, вот, получилось вот такое вот, теперь, эта мисочка с этим творогом, будет стоять, остывать, и когда она достаточно остынет, тогда можно будет ее отсидеть, картошечка, которая для винегрета, тоже остывает, и, в общем-то, пока я тут с вами, так сказать, разглагольствую, я уже и приготовлю, три блюда, встретимся, когда я покажу, все готовое, после harvest, понимаю, все готово,